Добро пожаловать на канал «Умно и разумно». Ощущение боли в ухе, заложенности, снижение слуха, головокружение, возможное выделение из уха – все эти симптомы свидетельствуют, что у вас отит. Симптомы отита – это резкая болезненность, отдающая в шею глаз или зубы, усиление боли при жевании, разговоре, смыкании челюсти, краснота слухового прохода и ушной раковины, нарушение слуха, если есть давление гноя в область слухового прохода. Как понять, наружный ли у вас отит или внутренний? Для наружного отита характерны следующие симптомы – ноющие, тупые боли, отек уха, небольшое повышение температуры. Отит среднего уха – это воспалительное заболевание в воздухоносных полостей среднего уха, барабанной полости, слуховой трубы и сосцевидного отростка. Внутренний отит – это недолеченный отит среднего уха. Куда нажать, чтобы определить отит? Симптомы – чувство заложенности и звон в ушах, сонливость, рвота. Проверить свои подозрения на отит можно самостоятельно, нажав на козелок, ушной, наружный выступ. Возможно ли вылечить отит без каких-либо лекарств? Да, без антибактериальных препаратов можно обойтись, если не повышена температура и острая боль, зафиксирована хроническая форма. Однако перед лечением отита без антибиотиков обязательно проконсультируйтесь с лор-врачом. А для того, чтобы убрать боль в ухе, следует принять ушные капли или таблетки следующих групп. Антибиотики для борьбы с воспалением, антисептики для обеззараживания ушной полости, обезболивающие, антигистаминовые, противоотечные и противоаллергенные, противогрибковые, если источник данного заболевания являются грибковые микроорганизмы. Наружный и средний отит предполагают лечение народными средствами только в качестве поддерживающей терапии. Желаю вам здоровья! Благодарю вас за внимание. Всем пока!